Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня у нас очередной урок по изготовлению амулетов. Меня все торопят, торопят мои подписчики, потому что всем хочется иметь хороший амулет для собственной защиты. Ну и некоторые хотят изготовить его самостоятельно, что втройне правильно, потому что только амулет, изготовленный вами, может быть он поначалу будет не слишком сильный, но потом он приобретет силу и добьется. То есть достаточно простые навыки, которые позволят ну как-то обезопасить свою жизнь, так сказать, не только с мистической, но и, я бы сказал, с физической стороны. И поэтому мы вот ведем эти, так сказать, уроки по изготовлению амулетов. Мы уже с вами делаем так постепенно, так что кто-то, наверное, очень торопится, но дело такое. На самом деле делается быстро. Но чтобы научиться, надо делать вот по шагам. И мои подписчики просили делать все очень-очень не торопясь. И кто не смотрел, надо посмотреть первые части. Как свою энергетику для начала прочистить. А потом, ну, чтобы нагнетать вот эту энергию как-то в эти предметы, накачивать, очищать их. И мы прошли. Из чего можно было сделать амулеты? Можно делать амулеты. Значит, как очищать этот предмет. И сейчас мы уже, значит, дошли до темы визуализации, так сказать, как на этот предмет наложить некоторые знаки, чтобы уже начать его изготавливать. Итак, значит, вы уже выбрали предмет, из которого можно сделать амулет. Это могут быть камешки, меня там спрашивают. Может быть, камешек с отколотым концом? Может быть. Понравился вам этот камешек? Возьмите его. Понравилось вам это украшение? Ну, давайте, делайте из этого. Мягкая игрушка вообще идеально. Потому что это, ну, обычно без клейма, без каких-то там знаков. Это вообще замечательно. Мягкая игрушка, там, повесите ее дома на брелок себе. Или еще куда-то в автомобиль. Ну, что вы хотите оборонить. И это будет работать, не привлекать ничего внимания. Поэтому... А сейчас, значит, такая тема визуализации. Итак, вот я тут специально для этого доску приобрел. Потому что, думаю, как на листочке вам показывать? Как-то не очень получится. Поэтому пришлось вот... Некоторое время уроков не было. Плюс я уезжал еще. А люди торопят. Говорят, когда же, когда же. Когда же, когда же. Сделаем амулеты. Сделаем. Осталось недолго. Вот сейчас вот еще мы по визуализации проработаем. Потом следующее у нас это одушевление этого предмета. То есть, вкладывание частицы там своей энергетики, своей, так сказать, души в этот предмет. И третье программирование. То есть, еще вот этот, следующий и это программирование. А потом мы сделаем общий уже, как говорится, урок. От начала до конца быстренько сделаем амулет на защиту человека. Ну а потом, если будет необходимость, если это вам понравится, мы можем там по пунктам делать еще некоторые моменты, амулеты. К примеру, для привлечения удачи, для защиты детей, защиты автомобилей, защиты животных, для создания благоприятной атмосферы в доме. То есть, ну такие однозадачные. Можно сделать многозадачный амулет, но это сложно. Поэтому я бы порекомендовал, тем более для начала, пока вы учитесь, сделать вот такие вещи простые, однозадачные, которые можно, которые, во-первых, дадут вам понять, что это действительно работает или не работает. Потому что зачем заниматься ерундой, когда если работает, значит, значит все нормально. И у вас получается, у вас энергетика нормальная и все это. И это даст вам стимул к дальнейшему, дальнейшему движению. Итак, визуализация. Это значит как бы представление каких-то предметов, знаков у себя, так сказать, внутри, на внутреннем экране. Вот тут достаточно простые предметы. Я, правда, их сделал сложными. Тут квадратик с линиями, кружочек с кружочком, треугольник с треугольником. Можно просто. То есть, если сложно, можно более сложные. Там такие картины. Тут хоть этого Рембрандта представляете. Но если ваше сознание способно его вместить. И главное, чтобы потом можно было эти знаки воспроизвести. Поэтому возьмите листок бумаги и, к примеру, сделайте там какой-то квадратик простой. Квадратик можно там какого-то цвета, можно просто вот как контур. Закрываем глаза. Закрываете глаза и успокаиваетесь, дышите. Но перед этому лучше, конечно, проделать очистительное дыхание, чтобы вы были настроены очистить предмет. И вот вы этот предмет какой-либо держите. Какой там предмет у меня был. Ну вот, к примеру, фломастер. Используем как носитель амулета. Ну, вы используете что-то там. Камешек, украшение, ручку. Значит, мы очистили его по предыдущим урокам. И теперь закрываем глаза. Вот мы нарисовали себе первый образ. Квадрат. То есть, это не должны быть ваши личные образы. Не то, что вот мои. Потому что это ваш личный амулет. Никто не должен знать, из чего он состоит, из каких визуальных образов он состоит. То есть, вы на бумажке, чтобы самим не забыть, пишите вот первое восходящий поток. Мы его там будем это вкладывать на восходящем потоке. То есть, это поток, который мы тянем из центра земли, из бесконечности под вами, через стопы, через ноги, через живот и через руки, значит, в которых лежит предмет мы. Вот как бы пропитываем, пропитываем этот предмет и плюс это. Значит, мы выбрали знак. Закрываем глаза спокойно и на своем внутреннем экране представляем вот то, что мы нарисовали. Если у вас оно уходится внутренним экраном, еще раз посмотрите. Ага, вот я квадратик. Так вот, запомните там, зафиксируйтесь. Можете долго смотреть, чтобы это запечатлелось у вас. Потом закрываете глаза, представляете этот предмет перед внутренним взором. И держите вот так, к примеру, в руках у себя свой будущий амулет и открываете глаза и вот это вот изображение как бы накладываете. Пусть оно не может быть неяркое, хотя бы представляете его. То есть оно сначала у вас перед внутренним вашим экраном, взором, открываете глаза, смотрите и накладываете на предмет. И начинаете опять же энергетическое дыхание. Вы держите предмет, представляете вот на нем вот эту вот вашу вашу фигуру и дышите. Восходящим потоком нагнетаете этот предмет, прямо дышите на вдохе. Восходящий поток идет и через руки прямо накладывается и приклеивает, припечатывает, приваривает. Вот такое у вас должно быть ощущение. Вот этот ваш знак приваривает восходящим потоком. Вдох и энергия пошла, вложилась в предмет. Выдох спокойный, не акцентируйте внимание на выдохе. Просто выдох обычный. Вдох опять концентрируетесь на восходящем потоке, прогоняете его снизу, в центр груди, по рукам в этот предмет. И так делаете, ну, какое-то время, пока вы чувствуете, что предмет еще не насыщен. Ну, это зависит от многих факторов вашего настроения, вашей энергетики. То есть почувствовали все, этот знак уже отложился на этом предмете. Все. Переходим ко второй части. Следующий знак. Тоже, опять же, он может быть любой. Вот этот знак у нас восходящий поток. Второй знак, это у нас будет нисходящий поток. Как вы помните, мы его через центр, через макушку из бесконечности наверху, через голову, до груди, по рукам и, опять же, вот в этом. И нисходящий поток лучше всего ощущается на выдохе. То есть вдох, ну, обыкновенный или вы представляете, опять же, прочищаете себя восходящим потоком. На выдохе нисходящий поток, на нем акцентируем внимание и, опять же, в это, вкладываем его в предмет. Опять просто закрываем глаза. То есть сначала смотрим на наш, на наш второй образ, запоминаем его, закрываем глаза, представляем его перед нашим внутренним, на нашем внутреннем экране. Опять же, смотрим на наш предмет, открываем глаза и накладываем этот образ. Если сразу не получается, ну, еще несколько раз попробуйте. Пока это так более-менее. Не можете представить, ну, так хотя бы там увидеть. Просто представляете. И начинаем накачивать нисходящим потоком. Сверху тянем энергию. То есть на выдохе энергия опускается и насыщаем наш предмет нисходящим потоком. Замечательно. То есть, когда мы чувствуем, что все нормально. Бывает даже вот такое ощущение, что все. Если вы интуитивный человек, вы понимаете, ага, все. Предмет насыщен. Третий этап. Это уже, ну, более сложный. Третий фигура. Это мы здесь у нас как восходящий поток плюс нисходящий поток. То есть два вот вот этих потока мы насыщаем этот предмет. То есть на вдохе тянем, вкладываем. На выдохе сверху нисходящий поток. То есть вот уже двойной такой. Двойная накачка идет на вот в третьем знаке. Опять смотрим на этот знак. Запоминаем его. Закрываем глаза. Представляем перенутрием его взором. Открываем глаза и накладываем этот образ на наш будущий амулет. И начинаем также спокойно дышать. Восходящий поток нагнетаем через руки. Нисходящий опять же только сверху, через руки опять насыщаем предмет. Вот мы делаем, так сказать, структуру, каркас, скелет нашего амулета. Насыщаем его, да, не только каркас, но мы насыщаем его энергетикой, вот этим мясом. То есть это воспринимается. Предмет уже, амулет, как живое существо. Вы создаете живое существо. Энергетическое живое существо. Энерго-информационное живое существо, которое будет заботиться о том, на что вы его нацелите. Значит, мы сейчас говорим о безопасности. Ну так, вроде бы все. На этом, наверное, вот этот урок наш завершим. Следующий будет уже, как мы этот предмет будем отдушествлять. То есть вложим в него часть, часть души, чтобы он был уже в чем-то разумным. Не просто энергия, а энергия уже осознанная. Что позволит, значит, более эффективно работать. Все, дорогие мои. Давайте, следующий урок, наверное, будет через неделю. Вряд ли раньше получится. Поэтому пишите отзывы, есть ли у вас какие вопросы, чтобы мы в следующем уроке по этому, по сути, разобрали, чтобы у кого там что осталось, что не получается. Разберем. Все, дорогие мои. Пока. Пока. До следующих встреч. Продолжение следует.